Так, сегодня 9 января, 22-й год, сейчас 22.20 на часах. Несколько часов назад в сети Инстаграм было выложено обращение родственников Мадины Хаважевны, девичья фамилия Аушева, она снаха Гадиева, из сельского поселения Кантышева. Обращение родственники Мадины заявили о том, что, ну, если вкратце сказать, о бездействии и безглаберности перинатального центра, который находится на территории Насркорта по федеральной трассе. Мы только что выехали, и мы сейчас с вами поставим фрагмент, отрывок из приемного отделения перинатального центра. Но это перинатального центра, потому что детский мост, который находится на территории Насркорта по федеральной трассе. Теперь в ходе приемного отделения перинатального центра, приемного отделения перинатального центра. Понимаете? И мы вам вкратце расскажем, когда, какого числа это все началось. Я это рассказываю на русском языке для соответствующих структур, чтобы никому не надо было переводить с ингушского на русский язык. 29 ноября, 29 ноября, 40 дней назад, Мадину госпитализировали. И в ту ночь, в 22.45, она родила мальчика. Через несколько часов у нее началось сильнейшее кровотечение. Она позвонила, испугалась, плакала и звонила своей сестре, которой трубку взяла сестра ночью. Потом 22.56, она последний раз разговаривала с сестрой, жаловалась на бездействие и халатное отношение к себе, несмотря на кровотечение, на вот эти боли и ее состояние. Потом через некоторое время, недолго, то есть через полчаса, примерно через час, позвонила, по-моему, главврач перинатального центра этой сестре и спросила, мы будем спасать женщину или возможность иметь детей, если вот так вот аккуратно сказать. Она сказала, сестра сказала, конечно, мы будем спасать женщину, и они полностью все ей удалили. То есть сейчас эта женщина не может больше иметь детей. Потом утром ее перевели в реанимацию. Утром несколько дней не было никакой информации для родственников по поводу ее состояния. То есть два дня родственников держали вообще в неведении. То есть женщина лежала в реанимации. И потом 9 декабря они написали заявление. Заявление оставила Бекова, Пятимат, Хаважевна, прокуратуру по этому поводу. Через неделю примерно, да, через 10 дней. Прокуратура ответила вот несколько дней назад, сегодня 9 января, и не провела, насколько я знаю, не провела ни проверки, ничего. И 16 декабря Назир, реаниматолог, по-моему, сказал, что все нормально. Но потом через некоторое время врачи из спернатального центра сказали, что ее нужно куда-то отвезти. То есть куда-то перевезти ее по ее состоянию. Потом тоюжная сестра этой Мадины 19 декабря с Москвы, с Бурденко, привезла со всей аппаратурой опытного врача. И этот врач сказал, что у нее повреждение мозга. Потом главврач этого перинатального центра спрашивал у врача, который работает в этом же перинатальном центре, что с ней случилось. Главврач не понимала, что случилось с Мадиной, у которой было повреждение мозга. И тот врач, я не помню его имя, ответил, что она потеряла 3 литра крови. На данный момент они потом 27 декабря написали во все структуры, практически во все правоохранительные, везде они писали, никакой реакции, никакой проверки, ничего не делают в соответствующей структуре. Заместитель министра здравоохранения вообще заблокировала, не отвечает, министр здравоохранения вообще не реагирует. Мне интересно, чем занимается прокуратура Республики Ингушетия. Почему вы не проводите проверку, хотя бы проверку, почему вы таким образом относитесь к жизни человека. Если я обращаюсь к прокурору и ко всем прокурорам, например, в данном случае, не знаю, какую прокуратуру они подали заявление, если ваша сестра, ваша жена, ваша дочь оказалась на этом месте, вы били бы во все колокола, вы провели бы всевозможные проверки, вы посадили бы кого угодно, лишь бы ваша сестра, ваша дочь или ваша жена осталась живых и не было такой проблемы. Ну, скорее всего, по моему мнению, я так считаю, мое субъективное мнение, что ваши жены и ваши дети, не только ваши, но и всех чиновников Республики Ингушетии лечатся не в перинатальном центре Ингушетии, они лечатся в других местах. И именно поэтому вы так реагируете на заявления жителей, которые теряют жизни своих родственников, не только в перинатальном центре. Несколько недель назад я позвонил в Министерство здравоохранения начальнику отдела по связи с общественностью, жалобами, там, не знаю, пресс-служба, как она называется. Со мной обращалась королева, со мной разговаривала королева, понимаете? Она, эта женщина, я не буду назвать ее имени, я не буду выкладывать вот этот разговор с ней, который у меня был, но сначала мне казалось, что я разговариваю с королевой Англии, например, она вот таким повышенным тонном с таким вот с презрением ко мне обращалась, вы кто такой? Я позвонил по поводу отсутствия, по поводу задержки зарплат врачам в Макберской и Сунинской больнице. Ну, и мне кажется, это идет с тех времен министра, который мониторировал зарплаты работников здравоохранения. Я обращаюсь к министру здравоохранения. Где вы лечитесь? Вы где проходите лечение, обследование? Сообщите людям, скажите. Мы завтра подготовим соответствующие бумаги, соответствующие структуры. Я убедительно обращаюсь ко всем, кто пострадал именно в этом перинациональном центре. Ничего не бойтесь. Вам никто ничего не сделает, особенно те, которые выписались, и те, которые сейчас проходят лечение или обследование, или еще какие-то, которые лежат на данный момент на стационаре, напишите нам в директ или позвоните по этому номеру, это мой личный номер. Хотите анонимность, гарантирую вам. Нам просто нужно как можно больше информации, чтобы мы добились соответствующих действий, соответствующих структур. Но это я сейчас скажу на ингушском языке, это уже для русскоязычных чиновников в Республике Ушитии не нужно. Теперь в центре главы речи Калсик непосредственно из Калсик Хажаево живут Мадиной Хажаево живут 29 ноября. Время фамилии же живут Гят Ашин все Калсик и Мадиной во Сын Калсик Калсик Сын гад и как Калсик не Непосредственно Сын Калсик так не но это значит, что они также находились на территории Комица. Если вы хотите, то вы хотите, что вы хотите, которые вы хотите, вы хотите, что вы хотите. Но когда вы хотите, что вы хотите, то есть депутаты в парламенте. Депутаты, в этом случае, в Саудской связи и ислам, которые были в первом эфи, в том числе, в том числе, в том числе и в том числе, в том числе, в том числе, нефтина. Это очень составляет недвижимость, это очень важно, что в центре ЗУМ действительно является кандидат. Поэтому это не только players, а именно кандидатам может дать потом. Потому что мы это знаем, что никто не оценивает. Ради linking правильного уровня Storage. Так вот, может быть, но это реклама. Мы нестислены того, чтобы это было. Но нужно снаnessить в течение времени. Открытый дедуще. Как я и говорил, что это не прорыв не прорыв. А не прорыв не прорывай. Низивны в sophетон, это не прорыв. Низивны в том, что этот проект создан. Сейчас мы остались только. У нас тоже есть. У нас никто неerer. Если мы сделать инстаграм. Это будет выгонять. Сейчас мы в этом случае вместе. С 뿐-неметели из того, что мы будем говорить. для того чтобы не пропускать заболевания в социальном инстаграме, вообщем, искать как мы подходим к пациентам. в инстаграме анонимные язвы, статей, открыто выступают. Анонимные язвы в любой структуре. Неизвестно от кого. Особенно прокуратура обязана провести проверку. Анонимные язвы. Это очень серьезно. Особенно. Инстаграмы. 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 И мы не поможем вам говорить о том, что мы будем говорить о том, что мы не можем произвести. Но если, если лето, то мы можем говорить о том, что мы можем делать,ers мы можем принести. Кто-то может принести, что можете сказать на комментариях. В комментариях они будут делать видео. В Москве, Европе, Америке, Пустыне они будут делать видео. Субтитры создавал DimaTorzok кратко